Продолжают устранять последствия ливня и в районах города. В Советском сразу несколько улиц оказались под слоем щебня и песка. Сейчас на месте работает спецтехника. Дороги обещают привести в порядок всего за несколько дней. Все подробности у Алины Селезнёвой. Улица Кабардинская в Советском районе одна из тех, что пострадала в результате недавнего ливня. Потоками воды сверху несло песок и щебень. В результате дорога оказалась под слоем грязи. Рабочие бригады после того, как удалось очистить главные магистрали города, начали приводить в порядок небольшие улицы. Техника сюда зашла сегодня на расчистку всей дороги. Говорят, рабочие потребуются несколько дней. С воскресенья с вечера после окончания дождя производились работы на главных магистралях города. Первый, второй продольный. А теперь мы перешли на второстепенные дороги. Там уже все ликвидировано. Сегодня с утра его до обеда было вывезено 60 тонн песчаногравийных наносов. Его будем работать, пока не устраним все последствия ливня. Между тем, через улицу Кабардинскую можно проехать от второй продольной до Тулака. Движение здесь оживлённое, поэтому на время работ перекрывать участок не стали. Кроме того, эта улица попала в приоритетный проект безопасной и качественной дороги, который сейчас реализуется в Волгоградской области и в Волгограде в частности. Работы здесь должны были начаться в 20-х числах июля. Из-за чрезвычайной ситуации недавнего ливня график пришлось немного сместить. При этом рабочие, которые очищают улицу, одновременно подготовят её и к фрезеровке. Реконструкция затронет не только улицу Кабардинскую, но и улицы, расположенные рядом, например, Революционную. По планам работы здесь должны завершиться первым.